4 октября весь мир отмечает начало космической эры. 60 год один назад Советский Союз вывел на орбиту Земли первый в мире искусственный объект. Старт первого в мире искусственного спутника Земли. 4 октября 1957 года с научно-исследовательского полигона Минобороны СССР Тюратам, который в итоге стал всем известным космодромом Байконур, стартовала ракета Р-7 с первым искусственным спутником Земли на борту. Простейший спутник-1, а именно такое кодовое название получило детище Сергея Королева, находился на околоземной орбите 92 дня. За это время космический аппарат облетел Землю 1440 раз, что равно расстоянию примерно в 60 миллионов километров. Радиосигналы первого искусственного спутника Земли услышал весь мир, а русское слово «спутник» мгновенно вошло в лексикон почти всех народов мира. Советский Союз открыл дорогу в космос. Наши спутники вращаются вокруг Земли и ждут, когда появятся рядом с ними американские и другие спутники и составят содружество спутников. США смогли повторить успех СССР лишь 1 февраля 1958 года, запустив со второй попытки спутник «Эксплорер-1» с массой в 10 раз меньше советского. Из-за маленького веса и размера в мировой прессе аппарат в шутку прозвали «американским апельсином». Подготовку запуска управления первым спутником в орбитальном полете осуществляли воинские формирования, впоследствии ставшие основой современных космических войск России. 4 октября в Вооруженных силах Российской Федерации отмечается День космических войск.